Дальше лейтенант Чербак, нарушаете правила дорожного движения. Готовьте документы, пожалуйста. Какие документы? Водительское удостоверение свидетельствует о регистрации на транспортные средства в страховой полис ОСАГО. Скажите, пожалуйста, а как мы нарушаем? Вы совершили нарушение пункта 12.2 правила дорожного движения, в котором гласит, что транспортные средства можно парковать только в один ряд. Я не парковался, я остановил. Серьезно, я за вами наблюдаю уже 15 минут, а это уже даже стоянка более 5 минут. Я здесь. Я понимаю. Документы, пожалуйста. Скажите мне, где есть запрещенный знак? Запрещенный? ПДД изучали? Да. 12.2 правил, знаете, о чем гласит? Да, да, да. Знаете? Да. Ну и скажите, что же там в нем написано? Я же здесь не парковался. Что останавливать? Останавливать транспортное средство можно только в один ряд. Я просто... По краю проезжей части. Вы здесь стоите уже 15 минут. Вот я за вами вот оттуда вот наблюдаю. И не нужно мне сейчас сказки какие-то. Я все понимаю. Документы, пожалуйста. Майя, я, конечно, не педилетом. Том же приора тоже стоит. Ничего-то... Приора у края проезжей части стоит. У края. Я остановился. А вы вторым рядом стоите. Я не парковался, командир. Какая разница? Я просто оттену. Остановка запрещена. Вы предоставьте, пожалуйста, документы. Я оттену. Документы мне предоставьте, пожалуйста. Зачем вы провоцируете сейчас конфликтную ситуацию? Я оттену. Документы мне передайте, пожалуйста. Я составлю на вас административные штрафы. И вы после этого уберете автомобиль. Сколько стоишь штраф? Просто командир не ману. 751-20 дней. Командир. Давайте документы. Я сейчас отеду. Документы давайте. Я с вами торговаться здесь не собираюсь. Я просто отеду, чтобы штраф не было. Вы слышите меня? Да, я слышу. Вы при наличии двух патрульных автомобилей остановились с нарушением. В принципе, такого не должно было быть. Вы так даже остановиться на секунду не имеете права. Почему, командир? Потому что правила дорожного движения вам запрещают это делать. Я, командир, я остановился. Остановились. Да. Да. Вы не путайте понимание остановки и стоянки. Остановка это прекращение движения транспортного средства. Что? Останавливаться можно так? Нельзя так. Неисправности, командир. Серьезно? Да. Какая? Вот. Вот приехал, вот здесь остановился, не завелся. Не завелся? Серьезно? И что же вы сделали для того, чтобы устранить неисправность? Сейчас за год врату одехал, чтобы... Вы документы мне теперь предоставьте. Изначально вы мне одно говорите, теперь другое. Дайте мне свою станцию пока пошли. Какие у нас съемки? Мы снимаем ее фототуру, вот за вами наблюдаем. Сколько хочется. И вы под капот даже не пробовали залезть. Завести ее бы не пытались. Достали какие-то там обуви. Да, попробуйте еще раз завести. Я вам скажу. Она заведет сейчас. Держите ее с камнем. Я имею право. Серьезно? У меня вода кипит. А что вы после этого должны сделать, когда останавливаетесь? Вы слышите меня? Да, слышите. Сохром. Да, да, я слышу. Это было другую вещь. Вы что должны были сделать в первую очередь? Калангет, вода кипит. Вы слышите меня? Да. Что вы должны? А вареньки. Еще что-то. Знак поставить. Где знак? Все поставить. Ставьте. Все. Какое это такое? Цена? Звезды? Да. Тут он не похож назад. Похоже, просто я... Да? 64. Позови напарника. Материал, кстати. Признаки кипения автомобиля знаете? Смотрите. Пойдемте я вам прям под капотом. Когда признаки кипения есть, под капотом что-то начинает течь. Правильно? Да. Что-то тут не видно ни одного признака кипения. Нет, нет. Вот он тут есть. Родят его тоже. Да. Ни одной капли под автомобилем-то не видно. Ну, води. Вы мне сказки не рассказывайте. Я не буду с вами ничего спорить. Я тоже буду успехов. Я не поставил машину. Я у себя в машине. Я даже не парковался. Останавливаться так нельзя. Тая горячий. Настя. 네. Вот он. 500.000. Продолжение следует...